Волгоградская дума решила два вопроса. Первый. Согласиться с представлением прокурора в части соблюдения условий применения федерального закона от 13 июля 2015 года номер 224 федерального закона о государственном частном партнерстве, муниципальном частном партнерстве в Российской Федерации внесения изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации при обеспечении организации питания муниципальных образовательных учреждений в Волгограде. Второе. Признать представление прокурора необоснованной в части по основаниям изложенных в приложении, оно было у всех депутатов к настоящему решению, направить настоящее решение прокурору Волгограда, настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. Я согласен с позицией прокурора по данному вопросу. Предлагаю данный проект решения отклонить. В нем имеется наличие коррупционогенных факторов. У нас, получается, депутаты лоббируют интересы коммерческих структур. Вполне возможно, в том числе и свои личные интересы. Я бы хотел сейчас услышать подробное мнение прокурора опять по каждому вопросу, для того, чтобы все депутаты были в курсе, за что они сейчас могут голосовать, чтобы принимать. Три довода, по которым ставился вопрос об исключении тех муниципальных положений в указанном решении в городской думе. Первый довод. Это неправомерное применение муниципального частного партнерства при сфере организации питания. С этим доводом, исходя из проекта, предлагаемого в первом думе, соглашается. Мы понимаем, что наше имущество, которое сейчас находится в предыдущем управлении в дошкольных образовательных учреждениях, является муниципальным. Соответственно, оно относится исключительно к муниципальной собственности. Его передача в объект муниципального частного партнерства неприменима. При предоставлении пользования муниципального имущества необходимо проведение оценки возможностей негативного влияния в данном конкретном случае. Задавая вопрос, были ли проведены и когда были проведены данные оценки, они должны проводиться непосредственно, учредительно, в порядке установлено правительством Российской Федерации, только лишь состались на то, что они были проведены, а когда, и кем, и какой был сделан вывод, никакого ответа мы опять же не получили. Это второй довод, я на этом заканчиваю. Третий довод. Это использование коммунальных ресурсов, опять же, на бесплатной основе. Почему мы непосредственно ставим вопрос о бесплатном предоставлении? Как можно рассчитать по нормативам тех услуг, которые оказываются муниципальным бюджетным учреждениям? И какую-то дополнительную плату, взыскивает дополнительный бюджет из тех организаций, которые стали победителями у нас по итогу торгов. Почему у нас ни одно дошкольное учреждение, хотя три у нас возможности было, бесконтрактно само не осуществляет питание детей? Почему у нас что-то неграмотные силы? Почему такое произошло? У нас не учреждение дошкольное, не выразили желание участвовать самостоятельно и покупать продукты. Потому что заведующие рады о том, что у них на сегодняшний момент одной из проблем стало меньше. У прокуратуры, мое мнение, в этом вопросе, конечно, железные аргументы. Только почему, вот единственный вопрос, они не были заявлены тогда, когда мы принимали это положение. Мы сейчас, допустим, принимаем частично протест прокурора. Естественно, прокуратура обращается в суд. Мне хотелось бы узнать меры ответственности, какую у нас будет предусмотрена. А зачем в суде, если мы можем сегодня взять и удовлетворить вот этот протест? И по этому протесту мы уже не встретимся в суде. У нас просто дети будут теперь в саде приходить с водой своей, с термосом, и все. Продолжение следует...